В зоне АТО резко обострилась ситуация под Авдеевкой. Боевики постели в ход минометы и гранатометы запрещенного калибра. С начала суток ранены четверо армейцев. Военным пришлось подавлять противника ответным огнем. В Минобороны предполагают, что боевики накаляют градус противостояния, чтобы под давлением УБСЕ украинская сторона отвела свои силы от Авдеевской промзоны. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции под Авдеевкой в лесопосадке. С одной стороны промка, с другой шахта бутовка. Это так называемая зона постоянных прилетов. До позиций боевиков так близко, что даже из автомата достать можно. Метры в 400. Оттуда так хорошо утесик начинает работать ближе к вечеру. Провоцирует он и постоянно. Потихоньку-потихоньку переходит на крупнее калибр. Подствольники, утесик крупнокалиберный. И потихонечку ведут уже мины. 80-го, 120-го. Иногда подключаются калибры и побольше. Их огонь чаще всего противник корректирует с беспилотников. Автеллерия также обстреляет. Но не очень часто. Частейше минометы, кулеметы и автоматы Калашникова подстреляются в хит. Днем тут чаще всего тихо. Но, похоже, не сегодня. Вскоре после нашего прибытия по соседним позициям начинают стрелять. Вскоре плотность огня становится интенсивнее. К очередям добавляются одиночные разрывы. Военные под охраной отводят нас в безопасное место. Нам сейчас сказали уходить с позиции, потому что завязался стрелковый бой. Подствольная, гранатомет. И интенсивность растет, поэтому надо удалиться от нуля, от линии фронта. Пока отходим, боевики подключают минометы. Скажите, что это вот, особенно громкие разрывы, что это может быть? Утес. Вот это утес. Это утес. А прилетает, вот одиночные такие бабахи. Вот это бабахи, это 82. Это тоже, да? Да, это 82. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.